Вечная, как само время тема, должен ли быть художник голодным, чтобы творить, продолжает подтверждаться на практике. И это проверенное временем выражение можно применить не только к писателям и к музыкантам, но и к городам. Бесконечный спор между Москвой и Питером о значении своих столиц продолжается с петровских времен. И многие россияне уже смирились и согласились с тем, что Москва это финансовая столица, а Питер культурная. Несколько схожая ситуация и с канадскими Торонто и Монреалем. Причем последний и считается голодным художником. И он творит не переставая. Атмосфера города сильно влияет на его жителей, поэтому русская община старается идти в ногу с клинными монреальцами, по крайней мере, фестивальной жизнью. Наш замечательный город Монреаль негласно считается культурной столицей всей Северной Америки. И потому неудивительно, что именно здесь зародился первый русскоязычный фестиваль «Кленовые листья». Давайте посмотрим, чем же порадует нас сегодня этот фестиваль в день своего 15-летия. Скажите, пожалуйста, с чего начинался фестиваль? Это произошло 15 лет назад и назывался он вначале совершенно по-другому. Не «Кленовые листья». Там целая история. Мы назвали вначале «Русская зима», но украинцы на нас обиделись. Сказали, почему только «Русская», а не «Украинская зима». Тогда мы назвали еще как-то по-другому. На нас обиделись другие национальности, не буду перечислять какие. И в конце концов вышло вот такое название «Кленовые листья», которое сегодня работает. Скажите, пожалуйста, какова миссия фестиваля? Миссия фестиваля, прежде всего, это все-таки народное творчество. Все-таки народное творчество, возможность дать людям выразиться. Фестиваль международный, поэтому участвуют в нем не только люди, которые живут в Монреале, но и те, кто живут в других странах. Вот в этом году к нам приедут из России, с Украины, из Армении мы ведем переговоры. Дай Бог, что сложится. Фестиваль действительно международный, вот уже 15 лет существует. Постоянно вы чем-то радуете зрителей. Чем сегодня вы их порадуете? В этом году к нам приезжает большой в сентябре русский хор из Москвы. Порядка 40 человек. Замечательный русский хор, такой лауреат многих-многих фестивалей. Это будет раз. Второе. Мы надеемся, что у нас получится приедет сюда Большой театр. Победители отборочного такого был конкурс объявлен, Большой театр новых актеров-исполнителей. И вот победитель этого конкурса, Лужков, обещал, что поможет нам прислать их к нам сюда на фестиваль. А это основной виновник торжества Баир Цедыпов. Здравствуйте, Баир. Добрый вечер. Поздравляю вас с 30-летием вашей творческой деятельности. Скажите, пожалуйста, чем запомнились эти годы? Ну, 30 лет – это действительно очень много. Естественно, было много всего. Они запомнились. Много было гастролей, много была смена коллектива, новые танцы, новые коллеги, новые танцоры, новая жизнь. Ну, естественно, всегда танец. Вы знаете, у меня было такое маленькое беспокойство, потому что я думал, что никто меня не знает, кто-то придет. Я сам ходил, развешивал афиши по русским магазинам, и потом поехал собирать, и ни один билет не был продан. Шесть билетов было продано только в ресторане «Эрмитаж». Хозяйка очень приятная женщина такая. Она продала шесть билетов, и больше не было ни одного билета не продано. И я подумал, что, наверное, зал будет пустой. Это был сюрприз тебе. И большое спасибо, дорогие друзья. Я вас всех очень люблю. Трудно было адаптироваться? В моем случае нет. Вы знаете, нет. Я скажу, что нет. Как-то легко у меня все получилось. Ну, танцор остается танцором, не важно, где он находится. Совершенно верно. А скажите, пожалуйста, вот если бы был шанс заново начать жизнь, посвятили бы ли вы свою жизнь танцу? Нет слов. Я бы, естественно, танцевал всегда. Я люблю очень танец. Танец для меня – это страсть, это пасион. Я не могу бездержить без танца. Мы сегодня здесь ради простого любопытства и не жалеем. Ведь здесь так много нового для нас. Совершенно необычная культура, интересные танцы, хорошие музыканты. Особенно понравилось, как канадцы хорошо танцуют русские танцы. Я очень рад, что сегодня я познакомился и с юбиляром, великолепным танцором, великолепным мастером Баиром Садыповым. И с его творчеством и, конечно же, с основателями, президентом международного фестиваля «Клиновые листья». Насколько я поняла, вы впервые участвуете на подобном мероприятии. Скажите, пожалуйста, понравился фестиваль? Да, мне понравился фестиваль. Действительно, это очень хорошее мероприятие, поскольку к вебекской публике монреальцам показывают частичку российской культуры, культуры республик бывшего Советского Союза и тем самым укрепляют понимание между нашими странами. И, кстати, хочу сказать, очень приятно осознавать, что люди, для которых Канада, Квебек, Монреаль становятся новым домом, они не забывают русский язык, традиции нашей страны. Это очень хорошо, это очень приятно. Ну, если уж Россия будет способствовать, будет помогать, скажите, пожалуйста, генеральное консульство будет помогать подобным мероприятиям? Конечно, вы знаете, я всего приехал в Монреаль как три месяца, но уже за это время у меня состоялось очень много встреч. Иван Баир, Иван! Иван Баир! Иван Баир, Иван Баир! Мы восхищаемся тобой! Специально для вас на концерте Баира Побывана Лидия Поротникова, Вебмерт-ТВ, Мориаль. АПЛОДИСМЕНТЫ